Мы встретились на середине дороги, Казалось, случайно вели туда ноги. Меня ты не знала, тебя я не знал. Друг друга до этого каждый искал. Не знали и том, что каждого ноги ведут по дороге древнейшие боги. Случайная встреча и выстрел глазами, И мы, не заметив друг другу, сказали. Случайная встреча все перевернула. Веру в любовь, веру в жизнь нам вернула. А боги смеялись все утро и вечер. Смешала их фразу «Случайная встреча». Ну и раз уж здесь дошел разговор про богов, Продолжим тему богов. Все боги давно отвернулись от нас. Придется самим нам закончить рассказ о жизни и смерти, О свете и тьме, О мыслях, что бьются у нас в голове. Все боги уходят сейчас на покой. Мы только вдвоем остаемся с тобой, Писатели жизни, писатели лет. Мы знаем на каждый вопрос здесь ответ. На наш же вопрос мы ответ не найдем. Мы попу другую с тобой перейдем. Придется самим нам закончить рассказ, Что боги давно отвернулись от нас. Так, чтобы еще прочитать, Давайте я вам предоставлю выбор темы. О боге, о море или о важном? О важном. О важном? О важном? О море не важно, что ли? Ну, я прочитаю, я о важном, А о море главная очередность распределить. Ну, раз хотите о важном, слушайте о важном. Если хочешь о важном, давай о важном. Хотя, это понятие так двояко. Одиночество вовсе не так уж страшно. Страшно в двадцать один умереть от рака. Страшно ночь не спать от грызущей боли, Что вползает под кожу. И если с корнями, а ты Рой с могилу от слов уволен. Или нам лучше остаться с тобой друзьями. Говоришь, как пугающие предпосылки Неизбежности, рока, судьбы, удела. Страшен выбор. Иди собирать бутылки. Или сразу идти на торговлю телом. Говоришь, нет квартиры в многоэтажке. Платежи коммунальные шею душат. А когда-то хватало малины в чашке. И оладушек бабушкиных на ужин. Говоришь, что вокруг дураки и драмы. Что в кошмарах тупые, пустые лица. Страшно в девять ребенку лишиться мамы. Страшно маме ребенку не дать родиться. Страшно видеть, как мир в себе носит злобу. Как друзья обменялись ножами в спину. Если хочешь о важном, давай о добром. Как быть добрым хотя бы наполовину. Как найти в себе силы остаться честным. Ощутить в себе боль. Очистить душу. Ты правда хочешь о важном? Садись чудесно. Это важно, что ты еще хочешь слушать. Вообще я сегодня хотел прочитать пару стихотворений на тему Руси. Но интернет не ловит, связи нет. А я не выучил стихотворение, которое было написано совсем недавно. Да, бывает такое, что я не все помню. У меня произведение аж 258, по-моему, на данный момент. Поэтому все не запомнишь. Но прочитаю одно, которое я помню хорошо. И попробую передать полностью атмосферу данного произведения. Лесной стороною, под яшной звездою, тропою оленя гуляет Емеля. И все ему рады, звери, птицы и гады, деревья и травы, поля и дубравы. Покуда есть силы, покуда есть духу, не порваны жилы, не вспорота брюха. Покуда есть мочи, покуда есть семя, орет и хохочет, гуляет Емеля. И славит свободу сквозь дыбы и сгибы. На радость народу, себе на погибель. Спасибо, Анастасия, крайне признательно. Так, о море хотели бы услышать. Но оно еще немного обо мне, о моих гастролях в Крым. Тогда еще Крым был не наш. Это был уже для меня далекий 2013 год. Один поэт-гуляка одинокий, писал и жил, почти не зная горя. И мысли вдруг полет поймал высокий. Он начал тихо вспоминать о море. Как отдыхал он на песчаном пляже. Ласкали волны тихо его ноги. Он, отдыхая, сжабывался даже. И даже чувствовал себя порой без ноги. Но в голове вдруг мысли же молчали. И не успел он дописать до точки. В его квартиру тихо постучали. Он получил письмо в четыре строчки. Я словно жмель залиживаю раны. Я словно кофе разбавляю горе. Я пахну счастьем. Сомшина кальяна. Я жду тебя. Скучаю. Подпись. Море.